МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что клещи мутировали и стали приспособленнее? Действительно ли это так? Нет, клещи, они как были, так и есть в природе, существует много лет, и это эволюционный процесс. В нашем регионе существует два основных вида клещей. Это таежный клещ, ксодос персулькатос, который переносит вирус клещевого энцефалита, баррелии, возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного анаплазмоза человека. И есть луговой клещ, который может быть опасен, перенося рикетсии. Могут ли они смешиваться между собой, чтобы образовать новый вид? Потому что ваши коллеги в Томске говорили о том, что это, в принципе, возможно. Я считаю, что нет. Они, наверное, между собой не скрещиваются. Это разные виды, у них разные циклы жизненные. Есть еще одна разновидность клещей таежных, они называются эксодос павловские. Вот они как раз обитают в Новосибирской, Томской области, в Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Алтай. Но они также опасны, как и ксодос персулькатос. Почему большинство укушенных сейчас это горожане? Потому что у нас люди сейчас любят выезжать на природу. Любят выезжать для отдыха, на шашлыки. Дачи строят в лесных массивах. Вот с этим и связано большое количество присасываний клещей. То есть это миграция людей. Не клещей, а людей, да? Да. А возможно ли, что в городе клещ присосется? В городе у нас есть клещи, обитают это луговые клещи. Таежные клещи в городской зоне у нас не обитают. Химикаты, которыми травят клещей, могут ли вот эти члены-остоногие приспособиться к ним? Адаптация происходит медленно, но препараты, которые сейчас используют, они наносят малый вред природе, но и обладают только временной активностью для клещей. То есть это примерно 60 дней действия препарата. Через 60 дней нужно повторять обработки. А они убивают или отпугивают? Они парализуют и уничтожают клещей. Весной это было жарче обычно, тепло началось раньше, чем обычно. Клещи проснулись раньше. А укушенных, по вашим данным, больше стало, меньше? Ну вот по данным Роспотребнадзора, в этом году укушенных несколько меньше, чем в прошлом году. Вот на 29 мая количество людей, обратившихся с присадствием клещей, порядка 1600 человек. Это в Омской области? Да, это в Омской области. Из них 550 детей. В прошлом году на этот же период было где-то 1800 укушенных. А вы обладаете информацией о сибирском регионе? То есть, например, у соседей как с этим? Ну, чисто из личных контактов со специалистами, они говорят, что у них численность клещей в этом году очень высокая. То есть, а почему так? Почему в Омске меньше, например, а вот в том же Новосибирске больше? Это связано с обращаемостью населения. То есть мы же фиксируем по обращениям людей. Какова численность в природе? Она может быть высокая. Если говорить о мерах предосторожности личных, много сейчас, достаточно всяких химических репеллентов, мазей, браслеты есть. Насколько они эффективны против клещей? И нужно ли отказываться тогда от прививки, если пользуешься этими вещами? Нет, прививка остается основным пунктом профилактики клещевого энцефалита. То есть прививку, если вы выезжаете в опасную зону, ставить обязательно. 99,9% она защищает. Если вы редко выезжаете на природу, то можно, конечно, применить неспецифические меры профилактики. Это защита от присасывания клеща. Это используют специальные одежды, костюмы есть противоклещевые, которые обработаны уже какими-то химическими веществами, отпугивающими или парализующими клещей. И сам костюм сшит специальным образом. Ну и, конечно, репелленты, специализированные, содержащие вещества, которые парализуют клещей. И форма одежды, конечно, еще, да? Форма одежды обязательно. То есть это плотно прилегающие или заправленные в сапоги, в носки, брюки, значит, рубашка с манжетами. Спасибо, Светлана Анатольевна. Ну что ж, заправляем штаны в носки и идем на природу. Об опасности, связанной с клещами, мы поговорили со Светланой Рудаковой, доктором медицинских наук, заведующей лабораторией Омского научного исследовательского института природно-очеговых инфекций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова